Республиканцы заявили Байдену, что не поддержат повышение налогов для плана восстановления. В среду республиканские лидеры заявили Джо Байдену, что они выступают против любых повышений налогов для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса, что несет удар по планам демократов потратить триллионы долларов на распил и борьбу со штатными законами под предлогом развития инфраструктуры. Байден так хотел, чтобы Конгресс одобрил законопроект об инфраструктуре на 2,25 триллиона долларов и план на образование и уход за детьми на 1,8 триллиона долларов. Маккартни назвал рост цен на бензин причиной не поддерживать повышение налогов. Макконнелл сказал, что республиканцы не заинтересованы в обновлении реформы 2017 года, которая сокращала налоги при бывшем президенте Дональде Трампе. Я думаю, что могу с уверенностью сказать, что безусловно существует двухпартийное желание добиться результата. Ясно, что республиканцы Сената не заинтересованы в пересмотре налогового законопроекта 2017 года. Я думаю, что президент и вице-президент это понимают. Помимо этого, мы заинтересованы в том, чтобы попытаться получить результат. Я думаю, что первый шаг, очевидно, состоит в том, чтобы определить, что такое инфраструктура в понимании Байдена. Вы не найдете республиканцев, которые согласились бы пойти на повышение налогов. Я думаю, что это худшее, что вы можете сделать в этой экономике, когда вы наблюдаете за инфляцией. Стоимость бензина растет. Вспомните цену на бензин сегодня. Какой высокой цена в стране не была с тех пор, как президент Байден был вице-президентом. Вы наблюдаете рост цен на продукты питания. Вы наблюдаете за расходами на жилье и за строительными материалами. Существует инфляция и везде. Только автомобили не двигались в этом месяце по сравнению с предыдущим месяцем. 10% инфляции. Так что повышение налогов было бы самой большой ошибкой, которую бы вы могли сделать. Да, мы не заинтересованы в попторном открытии налогового законопроекта на 2017 год. Мы это оба ясно дали понять президенту. Это наша красная линия. Мы считаем, что в феврале 2020 года у нас была лучшая экономика за последние 50 лет. Мы считаем, что это было основной причиной для этого. И поэтому, с моей точки зрения, обсуждение дальнейших шагов в области инфраструктуры не будет включать пересмотр налогового законопроекта 2017 года. Заявления республиканцев звучали после встречи с Байденом. Это была первая встреча в Белом доме с лидерами республиканцев из Конгресса. Байден находился в поисках точек соприкосновения со своими предложениями потратить триллионы долларов налогоплательщиков. Байден пообещал работать с обеими сторонами для достижения своих политических целей. Надо же, вспомнил даже, что он президент не только демократов, но и республиканцев. Он бы еще вспомнил, что не только чернокожих, но и белых супремасистов, как он говорит. В начале встречи республиканцы сидели на диване в овальном кабинете, а Байден и вице-президент Камала Харрис сидели на стульях. Спикер палаты представителей демократической партии Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер присоединились к своим коллегам-республиканцам на встрече чуть позже. Видимо, бегали в Старбакс кофе купить. Согласно источникам в Конгрессе и Белом доме, Байден все-таки готовится к очередной возможности перенести законопроект о крупных расходах строго по однопартийной линии. Все больше однопартийных решений в жизнь. Все сплоченнее США. Байден просто умница. Когда я баллотировался, я сказал, что не собираюсь быть президентом от демократической партии, я собирался быть президентом для всех американцев. И какой итог? Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы достичь консенсуса по компромиссу. Мы собираемся много говорить об инфраструктуре сегодня. Посмотрим, сможем ли мы достичь компромисса, который выполнит работу людей и который находится в пределах согласия всех. И это цель этой встречи. Гораздо больше сказать прямо сейчас, что мы собираемся действовать. Вот и все. Как вы собираетесь это сделать, сэр? Легко. Просто щелкни пальцами и это произойдет. Господин президент, вы знаете, что происходит с Кевином Маккартни и его руководством? Можете ли вы доверять ему и работать с ним? Да, могу.